приветствую всех уважаемые слушатели сегодня мы поговорим о замечательном результате моего спонсора беляева и галина сандровна которая сегодня навестила посетила врача офтальмолога врач торжественно заявил о результатах ее результатов применения пакс 6 галина александровны значит ну читает о новочках она сейчас полностью подробнее расскажет что там у нее с глазами какие проблемы какая у неё диоптрия какой минус вот эти подробности не знаю но от того результата который она получила я я обалдела если честно это она расскажет когда она начала принимать сколько времени прошло вот я вот тоже начала принимать пакс недавно вот и я говорю у меня такой интересный опыт получился по паксу что вот смотрите от среди вот хронологию если опуститься то получается а в пятницу я съездила за заказом получить в новый уренгой вот забрала я пятницу посылку свою пить я начала так пакс да да пакс я и капли начала капать на ночь покапала закапала точно помню пакс тоже я выпила на ночь вот потому что базовую я уже закончила пить принимать и вот и и что ну я не надеялась на прям такие быстрые результаты поэтому с пятницы на субботу я ну как обычно легла вовремя спать не надеюсь что у меня но мое зрение мне позволит чем-то заняться и что-то разглядеть какой-то текст куда-то зайти что-то сделать в во взаимодействии с с компьютером и телефоном я не надеялась в общем на то что я смогу что-то сделать записать или там текст какой-то набросать а вот поэтому я с пятницы на субботу я точно спала субботы на воскресенье у меня еще были какие-то а я только раз в день 1 сутки принимал пакс то есть на ночь а капала я три раза в день как я уже рассказывал своем предыдущем видео и и буквально пятница суббота воскресенье и буквально с воскресенья на понедельник вы не поверите я специально начала экспериментировать с тем насколько меня хватит так или возможно с понедельника на вторник да потому что у меня такой активный день был если бы воскресенье мы отдыхали до активный день значит это был либо понедельник либо вторник вот то ли с понедельником на вторник то ли с вторника на среду то есть обычно к этому к вечеру если обычный рабочий будний день там рано встаешь весь день что-то делаешь куда-то бежишь чем-то занимаешься к вечеру я ну как бы повторюсь сейчас к нам присоединится галина александровна и расскажет подробнее о своих невероятных результатах вот я немножко повторюсь и скажу что я обалдела я сижу я значит занимаюсь получается вечером я вовремя спать не легла в 9 часов я начала только работать на компьютере и что-то там делать и параллельно отслеживаю свое состояние думаю ну как только на меня опять это напасть нападет нагрянет так я сразу и пойду спать но проходит час будет другой будет 3 4 5 и 6 и в итоге и в итоге во сколько я так увлеклась в общем этим процессом я во-первых спать не хочу у меня нет вот этой усталости глаза у меня как как новенькие ничто никуда не плывет не никаких помутнений нет никаких проблем сухости в глазах нет ничего нет и и все хорошо и даже спать и не хочу и вот я делаю делаю что-то делаю делаю что-то там пишу пишу смотрю пишу и ну как известно от экрана то быстрее всего глаза устают усталость у меня вообще просто у меня ко мне усталость не приходит и я обалдела вообще просто я вам даже сейчас скажу когда это было прям точно точно что вот по поводу что в пятницу получила это однозначно вот я вспомнил где могу найти дату у меня есть видео за этот день это было это было так это было скажем ты девятнадцатая марта девятнадцатого марта но это было ночью значит а все таки был значит значит девятнадцатая то восемнадцатого суббота девятнадцатого воскресенье значит воскресенье на понедельник вот да это было то есть представляете пятница я пью на ночь суббота я пью на ночь воскресенье три раза я приняла такс и все и моя проблема исчезла испарилась на третьи сутки я уже получила ощутимый результат я просто я просто не знаю у меня нет слов если честно у меня вообще просто нет слов вот сведения еще раз два девятнадцатого вот девятнадцатого уже так я правильно посмотрела я просто в восторге я просто не 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 перестаю удивляться как все происходит и вот совсем недавно а значит так как с моим очищением мое очищение проявилось вот этими двумя побочными эффектами такими серьезными это значит на глаза дало вот какую-то побочную реакцию побочный эффект и и кожа кожа на руках у меня ну такие признаки экзамена у меня появились которые в общем где я жутко страдала в прошлом вот это опять у меня значит вышло наружу эти все проблемы значит что-то есть еще какой-то вот раздражитель вот и и что высыпание жуткое сжение вот эти вот воспаленная кожа вот это все что что бывает при экзамене мокнущий вот этот дерматит вот и это ну это в легкой форме я как бы сейчас переживаю то что пережила при второй беременности когда в первом в первом триместре в первые три месяца беременности это было вот что-то с чем-то значит у меня это как раз совпало с если помните с падением метеорита это был какой год 17 17 18 в каком году он насыпал 15 или в общем в этом а что я говорю то беременность 2 это значит 13 год начало 13 до начала так октябрь да 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 тринадцатый год это был зима весна весна это была весна весной у нас упал метеорит и вот в это время я попадаю в больницу в венерологический диспансер с жуткой жуткой этой самой экземой она у меня как выражается руки кисти у меня опухли я еще не ушла ни в какие декретные отпуски вообще он мне тогда не засветил этот декретный отпуск значит потому что я работала у ипшника и мои кисти опухли просто жутко опухли это такое ужасное состояние просто кожа вся воспаленная там какие-то вот эти прыщи прыщи гнойники это все течет мокнет вместе вот эта вот жидкость перемешку с кровью зуд невыносимый я начинаю расчесывать это начинают лопаться все эти пузырьки а у меня с рук начинает течь я постоянно вот вытираю с этими сапфетками я не могу ручку даже в руки взять я не могу ничего не написать это это просто такой ужас и где бы я не начала даже слегка чесать кожу ну от того что зуду от страшного зуда не охота была кожу ну просто разодрать содрать просто и вот я ее расцарапывала значит и после того после того после того как на руках у меня вот это все случилось я перешло это все на ноги и и там тоже кожа была ну болезненно отрагиваться до нее было больно и она тоже жутко начинала чесаться а суть в том что в суть в том что в первые три месяца беременности нельзя при никаких гормональных препаратов обычного джема за как сказать устраняли как бы причину а симптомы экземы устраняются только гормональными средствами также нельзя принимать никакие препараты тем более гормональные потому что нельзя. В общем, меня положили в больницу, сказали, будем тебя мазать какой-то супер-мазью не Вишневского, а там какая-то другая какого-то была врача-мазь. И, в общем, всё, что мне делали, это, значит, ежедневно меняли повязки на руках, на ногах и обматывали меня. В общем, я с ног до головы ходила, как мумия, все в бинтах, перевязанная, перемотанная. И под бинтами это всё продолжало кровить. В общем, целый месяц я вообще просто была в ужасном состоянии, пролежала в больнице, и потом столько всего на меня ещё свалилось, и работу потеряла, и за больничный мне не заплатили, и декрет никакой я не получила, никуда я не ушла в никакой декрет, в свободное плавание, в общем, я отправилась. И это было всё вообще просто какая-то страшная, ужасная история. Вот. Ну, а сейчас к нам уже присоединилась Галина Александровна, и она расскажет о своих потрясающих результатах. Это мой спонсор вышестоящий, который живёт в Училинском районе, который активный предпринимательниц, тряс на свой преклонный возраст, но по её виду не скажешь, что ей 60 с копейками. Вот. Более 12 лет у Галины Александровны является бизнес-вумен. Вот. У нас. И... Вот. И просто не перестаёт меня удивлять. Вот. И тут она, значит, ещё и занялась МЛМ-бизнесом. И вот, что она расскажет по своему здоровью. Галина Александровна, предоставляю вам слово и хотим услышать не только про ваши улучшения с глазами, но и про все остальные, которые уже клинически подтверждены. Кстати, вот на что хочу обратить ваше внимание. Пожалуйста. Доброе время. Я Беляева Галина Александровна. Так. Ведущий менеджер. Ну, что сказать вам про моё здоровье? Моё здоровье отличное. Мы с июля месяца с мужем вдвоём употребляем БАДы. Только так вон у нас упаковками стоят. Они друг за друга не успевают кончаться. Другие выписываем. А, кстати, секундочку. Галина Александровна, я ещё хотела... Вот вспоминала, вспоминала. Вы мне что-то рассказывали про то, что у вашего мужа были какие-то, ну, серьёзные проблемы с сердцем вроде, да? И как вы это вылечили? Какие у него самые такие значимые результаты он получил, употребляя продукцию? И ваши тоже самые. Я там какие могла, вспомнила. Остальное я немножко забыла. Может, это вы тоже напомните. Вообще, вот в целом картину, что было до и что после. И ваши результаты, и мужа. Я думаю, это будет интересно всем нашим участникам. Ага, спасибо. Ну, как это, я здесь в деревне жила одна 12 лет. Муж у меня в Уфе жил, он пока работал. Вот он весной уволился у меня, потому что у него проблемы со здоровьем начались. Он падал в обморок, сознание терял. И когда прошло обследование, это ишемический спадринсепция ему давно уже поставили диагноз. А тут у него сознание теряет. Ну, я настояла, что пошел в больницу уже, выхода не было. Два шага, и опять сознание теряет. Ну, ему диагноз поставили, что у него 56% тромба в голове. Когда он ко мне сюда приехал, я на него глянула, я была вообще в шоке. В каком состоянии у него здоровье было. Тут моя Татьяна Николаевна меня пригласила в нашу компанию снова. Мы уже в ней были, как говорится, раньше. Ты на СТП, да? СТП. Сейчас даже я не задумываюсь, потому что мне мужа надо было поднимать с такими проблемами. Спасать, спасать в прямом смысле. Пять метров пройти не мог, и у него сильная одышка была. Это вообще какая одышка была. Просто смотреть на него было больно. Ну, начали мы с нашей базовой четверки Суперстен, Поговид, Ментом, Оптимист. Вот мы пропили ее 4 месяца. Потом мы начали уже, когда появился то ухол печенов, начали уже его подключать. Не циферол обязательно масло. И печенов масло мы пили. Сейчас же у нас появились такие хорошие препараты, как Маринш. И это... Для сосудов. Цестор, бляшки, которые растворяются. Холестериновые, ага. Вот мы уже тоже как бы с ним пропили по две упаковки. И стилу обязательно употребляли. И, слава богу, вот сейчас я его снова отправила в Уфу, чтобы он мне прошел все. На обследование, да? Да. То есть вы получите уже скоро тоже официальное подтверждение медицинские, да? По медицинским всем показателям, параметрам, да? Что произошло за это время. Да, чтобы точные результаты. Есть сдвиги там у него или нет. У меня проблема, конечно, со зрением была. Я всегда говорила, я ни в очках, ни без очков не вижу. Ну и мне в подарок прислали каплю по Филатову. Это Кудара Фарита у нас складывающая, да? Да, это акция. И вот мне в подарок прислали эти капли по Филатову. Я еще думаю, я вообще-то в глаза никогда капли не капаю. Думаю, ну ладно, раз прислали, значит мне их надо. Начну капать, глаза же все равно не ведет. И вот когда я начала капать, да? Я заметила это. У меня как бы вот ясность появилась в глазах. Четко это изображение начало. А то так как-то мутно всегда было. Расплывчатое как будто или очки грязные стекло, или что непонятно было. А это сразу такая четкость появилась. Ну все, думаю, буду капать. Конечно, первое время почему-то, как вот закапаешь, такое ощущение было, как будто щиплет это глаза. Ну я говорю, значит это идет какая-то работа, проблема в глазах. Настоящая. Да, да, да. Все, потом это я прокапала, у нас появился вот этот пакт. Ну я сразу давай его выписывать. Вот я уже пропила одну, сейчас вот вторую уже капли капаю, и второй пакт начала пить. Ну записалась на туристу. Сегодня пошла... То есть, Галина Александровна, давайте уточним. Раз на 30 дней капсула рассчитана, то есть получается вы второй месяц уже повторяете, ну начали принимать факс и капли по пилатову, да? Да, вот я здесь, наверное, уже неделю только вот за вторую покупку. Ну то есть, грубо говоря, полтора месяца уже вы пьете, да? Да, да, ну здесь я еще это употребляю, сейчас вот у меня идет мезоник, да, то укол обязательно, потому что то укол он у нас как бы сосуды это очищает, хоть и говорят, что он только для печени. Нету инсулинорезистентность тоже там, инсулинорезистентность тоже, да. Да, именно все мелкие сосуды очищает. Да. И вот мезоник, то укол, вот факс, и у меня еще леди-сенс сейчас я употребляю, хотя у меня по женским проблем нету, но для гарантии все равно нужно пропить мезоник. Для профилактики. Да, мы вообще с моим спонсором Татьяной Николаевной любим, как новые препараты появляются, испытывать их на себе, чтобы потом можно было людям предложить. Результаты рассказать, да. Именно. А то если сам не попробовал, как ты можешь предложить другим? Рассказать, как это работает, как на тебе, да? Да, и сегодня вот меня врач так обрадовала окулист, потому что она все мое глазное давление измерила. Она говорит, у вас вообще такое давление бывает? Я говорю, ну у меня вообще давления не бывает в последнее время, потому что наши препараты, они выравнивают давление. Ну, оно у меня никогда не было высоким, самое больше 150 у меня бывает. И сейчас у меня в норме всегда давление. И когда она мне начала туда-сюда смотреть и говорит, у вас столько-то. Я говорю, ой, я говорю, что у меня зрение это убавилось, что ли, на единицу? Она говорит, а сколько у вас было? Ну, по-ихому это что-то я не понимаю. В общем, тогда было у меня 0,5, а сейчас 0,4 стало. Я говорю, как хорошо, говорю. Но я и по себе уже чувствую, потому что намного взгляд и вот эти силуэты, которые все видишь, уже четче, чем до этого я видела. Постоянно какая-то, как типа пленка на глазах была или помутнение, вот. А сейчас уже этого нету. Галина Александровна, у нас осталось 10 минут, ага, чтобы не повторять. Всё. А, это всё? Ага. Ну, всё. Очень здорово. Спасибо за ваш результат. Спасибо за то, что нашли время и поделились. Вот. Очень здорово. Обязательно мы, когда получим, когда вы получите результаты по обследованию мужа, да, мы с вами обязательно встретимся и вы расскажете, похвалитесь, что там и как произошло. Как он сейчас себя чувствует? Как это улучшение? Заметите. Результаты мужа, он, конечно, на руки эти документы не возьмёт сам, поэтому я точно не смогу сказать, но я скажу только одно, что состояние у него по сравнению с тем, что он приехал в том году, намного лучше. Он, во-первых, сейчас уже одышки у него нет, он у меня, я же рассказывала, что и сено косило руками, и всё, тяжёлая работа на нём. А до этого он вот ведро возьмёт, и он уже его не может с водой нести, его одышка не может. А сейчас он и коров поет. Отлично, прекрасно. Я очень рада, что продукты компании Сова-Сова так замечательно действуют, помогают заниматься хозяйством, да, в деревне, в деревне без здоровья делать нечего, правильно? Да, да. И деревенские люди, как известно, самые вносливые люди на свете. Сейчас у меня внук начал тоже уже наши препараты применять. Сколько лет? 17 метров. Начал он. Это оптимист и силовый контакт. Угу, угу. Потому что они учёбы, да, для концентрации. Спасибо огромное, благодарю вас. За прекрасные результаты. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока. Всего доброго. Пока. Всем хорошего дня. Ветер уже. Ну, ладно, кто не может смотреть. Всем самое главное дело здоровья. И не сомневайтесь, пейте наши БАДы. Это такая классная вещь. Вы не пожалеете. Вы намного поправите своё здоровье. Угу. Благодарю. Пока-пока. Пока. Пока.